На Кстовском заводе «Лукойл» ввели в эксплуатацию новый комплекс переработки нефтяных остатков. В состав комплекса на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» Нижегороднефть и Оргсинтез входят установки замедленного коксования, гидроочистки дизельного топлива и бензина, газофракционирования, производства водорода и серы, а также инфраструктурные объекты. Комплекс переработки нефтяных остатков позволит увеличить мощность производства дизельного топлива экологического класса Евро-5 больше, чем на 1 миллион тонн в год, сократить долю мазута в корзине продукции, а также создать в регионе новые высокотехнологичные рабочие места. Мощность комплекса – более 2 миллионов тонн сырья в год. Цель такая – увеличить выход светлых, увеличить глубину переработки. И в целом мы ожидаем до 6-го года и увеличение экологичных видов топлива по бензину где-то 4,7 миллиона тонн, по дизельному топливу – 31 миллион тонн. Здесь предусмотрено до 26-го года, с 21-го года это еще около триллиона рублей в инновационные средства, которые должны быть вложены в модернизацию производства. И здесь, конечно, мы видим тоже перспективные современные технологии внедряются, связанные в том числе и с другими производствами. И очень важно, что в этот непростой период, просто хочется сказать честь и хвала инженерам, сотрудникам предприятия и компании «Локойл», то, что находят решение и добиваются поставленных задач. В день запуска комплекса переработки нефтяных остатков было подписано соглашение сроком на 5 лет между правительством Нижегородской области и компанией «Локойл». Документ предусматривает содействие в реализации социально значимых инициатив региона. Благодаря поддержке компании «Локойл» были восстановлены пакгаузы, проведена реставрация манежа с домовой Никольской церковью в Нижегородском Кремле и многое другое. Возможность инвестиционного развития, которая обеспечивается в Нижегородской области, это большие проекты, которые следуют один за другим. Это все позволяет, во-первых, уверенно смотреть будущее компании, соответственно, и региону в части рабочих мест, налоговых поступлений, потому что это флагман, завод, который в пятерку крупнейших заводов России входит. Помимо всего, в этот день лучших сотрудников предприятия наградили благодарственными письмами и почётными грамотами. Ольга Абрамова, Вячеслав Орлов, Николай Прохоров. Специально для программы «Регионы Лукойла».